Всем приветики! 24 августа. Рыжулькин меня нифига не встречает. Ты чего там, Рыжик? Э, что такое? Ты не голодный, что ли? Тришка голодный, да? Один ты голодный. Давай, давай ешь. Оба-на, уже здесь. Вот это, да, вот это скорость. Суша, что такая недовольная, а? Суша, на тебя. Тыблацка. Вот. Тыблацка тебе. Хаевска. На тебе тоже. Ну, держи. Что такое-то такое? Вот ты мой хороший вкус. На работу у меня сегодня грибной супчик, а на перекус сыроежки со сметаной. Коля спит, поэтому говорю тихонько. Вчера с Колей установили кухню. Я весь вечер сто раз зашла полюбоваться. Осталось купить стол, повесить шторы. Ну, шторы будут после потолка. Потолок еще страшный, поэтому ждем потолок. Покупаем багет, вешаем шторы. Ну, а стол, конечно, купим в ближайшее время. Завтракать не хочется. Очень рано. Время начало шестого. С утра у меня водичка и порция цветочной пыльцы. Вчера уже поздно помыла голову и легла спать с косичками. И теперь стою смеюсь. Может быть, пойти так на работу? Пусть люди подумают, что Лена в детство впала. Ладно, так и быть. Пойду распущенное. Не в том смысле, что распущенное, а в том смысле, что распущенное. Хмурое небо, серое утро. Ну, практически, как всегда. Здесь редко утром солнышко радует. Ну что, привет, я бота. Будем на тебе яботать. А, да. Цифры, главное, мне тоже. Молодцы, по-моему, да? 4,8 есть. А зачем вы мне сейчас пальцем показали? Сюда проходите. Вам же пальчиком показали, куда? Вот сюда. Он не видит, да? Игнорируйте меня. Прикладываем. Набираем пин-код. Пожалуйста. До свидания. Я тебя довездаю. Пойду в переносной магазин с зеленью. Вот куда я пойду. Сейчас опять не пахнет вкусно. Да, сейчас будет у нас вкусно пахнуть. Главное, деньги не забыть. Приехала женщина, которая растит зелень и продает. Пошлите к ней. Здравствуйте. Ой, у вас тут сегодня это, все на консервацию еще, да? Короче, зашелка у меня тут. Ну, давайте мне что-нибудь назову. И укроп, картошка, векла. А морковка есть вообще? Мелкая. Ну, вот мне надо за нас ботвой? Да. Вот мне из-за ботвы она мне нужна. А лука не ту? А лука я взять забрал у меня последнюю. Картошечки мне ведерко, а морковка где у вас там, давайте. А, я пакеты забрала под картошкой. Да, принеси пакетик, Игорь, сейчас Игорь принесет. Да, еще вот за ботвой. Да, мне из-за ботвы надо, из-за животных даю. Ну, пускай, пускай. Так, вот эти два набора и ведерко картошечки. Это смородина же, да? Да. И смородину я пуску, или как-то пучелка у вас какая-то. И сколько стоит? У меня жирень все по сто. Все по сто в круговую. О, Лена, с пустняхами. А, открывай мне двери. А что сюда ее отварить? Она же молоденькая, да, классная. Это смородина, это и животное у меня будет есть, и на консервацию. Короче, Анька, это мурманская картошка. Игорь, он говорит, что он ел. Морковка, это я больше животное. Ну, это набор такой, там и стекла. Я зверям, я знаю. А это по три. Понюхай, да, смородина, листья. Это на консервацию и тоже этим, то есть жвырёнком. Очень вкусно. Очень вкусная вот эта сюда. Я так рада, что она к нам ездит. Это вообще находка. А когда она в том году ягодок не носила? Она привозить меня не было. Я приехала, вы мне начали рассказывать, что ездит женщина со своим... В том году? В том году. В том году я ее... В том году я была как раз в отпуске, в сентябре она ездила. Я ее не застала в том году. А вот в этом году я ее застала. Еще ягодки, может, к ним потом повозят. Еду домой, потом, наверное, пересяду на Колю. И вместе с ним съездим в банк. Надо подключить ему все-таки этот автоплатеж штрафа, потому что поздно приходят штрафы по почте. И получается не всегда 50% заплатить. Это во-первых. А во-вторых, там есть мебельный магазин. В том же районе, где банк. Зайдем, посмотрим стол на кухню. Заехала по пути в Магнит, так как магазины все закрыты в нашем районе. Я уже об этом сто раз говорила. Это старый дом, в котором мы раньше жили. И ни капельки я за ним не скучаю. Он здесь. Здесь раньше не было. Потом сделали мебельный салон. Что тут вообще как-то мало всего? Вон, зеленый уголок, глянь. В углу зеленый. Цвет, Коль, дурацкий. Кто такой черный? Не хочу. Зеленый уголок. Зелез. Это длинный стол. А вон светлый дальше, Коль. Вот тоже. Ну, такой тоже ничего. Не сильно большой. Можно половинку убрать, да. Ну, давай иметь в виду, то этот пока, если не найдем, то, что нам больше понравится, этот можно купить. Прихожих нету здесь? Какие прихожие? Ну, это прихожие. Какие, не знаешь, что такое прихожие? Что такое? У нас ширина, по-моему, 80 до вот этих всех штук. А тут 85. 85. Надо померить. Еще я так мерила это мельком. Ну, это вешалка просто с этими. Можно просто вешалку. Так, а диван почем? Диван, кровать. 13 тысяч. Диван, кровать. Ну, я смотрю, диван тоже все равно покупать же придется. Когда-то хотя бы цены смотрю. Не, ну, вот, смотри, вот диван. 23 тысячи вот диван, кровать. Ну, что, он коротко, он закладывается так сюда. Ну, да, вот такой короткий. Вот, небольшой. Если гости приехали, два человека даже могут спать. Девушка, а там не помогает сейчас никто? Я могу помочь, когда-нибудь попросил. У нас, у него был автоплатеж, штрафы ГИБДД подключены. А сейчас пропали. Просали штрафы или штрафы есть, а не оплачивают? По повесеннему пропало. Пойдемте. ПТС, что-нибудь, номер водительского меняло что-нибудь? Ничего не было. Машину не меняли, ничего не было. Так, отпадает. Так, вставляю, да? Даже сейчас я ищу штрафы. Я знаю, что они есть, они не находятся у него через этот... Приходили раньше, да. Но штрафы не находятся. Сотушка приехала, сотушка. Вот, поменялся номер ПТС, оно не по водительскому, оно ищет по ПТС. И мы с вами, в общем так, мы сейчас его удаляем. А, и по новому зону, да, давайте. Удалить нажимательное. Блин, это и мне не приходит, получается. Вот тебе тоже поменяли. Ладно, потом. Сами мы не сделаем, да, через Бирбанг онлайн, сюда, да? Там немножко по-другому посвечена. Уберяйте 99,18. Так, подключить нажимательное. Называется. Печатаю тех, что подключили, вам нас оплатят вашу. Все с вами сделаем. Спасибо, Анюта. Спасибо, Анюта. Спасибо. Мы дома. Ой, надо уборку у вас сделать с рочником уже. Менять даже коврики надо. Гляньте, что я вам принесла. Что я вам принесла? Макровочка с ботвой. Вкуснячая, сладючая. Ну, хватаем, хватаем, налетаем. Ну, давай, давай. Ай, Тришка, давай, молодец. Ты собак-собакевич, этот ботву рыжий грызет. Тришка грызет. Что у нас? Тришка грызет у нас морковку. Ура! Вот так вот. Вкусно, вкусно-привкусно. Вот так вот мы деремся, да? Мы деремся. Вон еще одна. Вон еще одна. Триша, на морковку. На тебе целую большую морковку. Что ты там делишься? Что ты там делишься? Тык! А я что делаю? Я делаю лодочки из кабачков. Папе делаю без лука, без чеснока. Это для него заготовка. Здесь нам с Колей с луком, чесноком. И сверху будет сырок. А здесь просто кабачок, морковка, помидорки. Будет зелень еще. И здесь перчик болгарский. А я перехожу ко второму этапу готовки. У меня уже несколько дней лежат синенькие. Даже смотрю, начинает немножко портиться. Сегодня я протушу на закрывачку. Закрывать сегодня не буду. Сделаю это завтра. И сделаю папе тоже немножко синеньких, без всяких опять перчиков, приправ. Ну а для нас со всеми прибамбасами. Болтала санютка Санкт-Петербурга. Чуть не забыла про кабачки. Они уже мягенькие. Папины оставлю так, как есть. А на наши положу сырок. Ну вот так получается. Сырок тереть не стал. У меня был нарезанный. Не хочу мыть терку лишний раз. Пусть чай будет таким образом. Так, пришел Коля и умничает. Хочет съесть лодочку, но умничает. А? Давай, ложи лодку. Лодку ложи? Под майонезом, кажется. Ты тоже делала. Под каким майонезом? Это сыр. Плавленый. Да, ну под сыром. Под сыром. Маленькую, конечно, маленькую. Я тебе больше не дам. Я сейчас ткну. Нет, ты посмотри. Сейчас я две лодки не получу. Сам возьму. Сам возьму. Ну как ты сам возьму? Подойду давай. Грюсу, товарищ, подойду давай. Ты брать не умеешь? Так, молчай, пока зубы торчат. Ты же интеллигент у нас. С ножом ему. Съедобно. Давай. Приятно кусать. Как как? Я не знаю. Чего там? Зерна, наверное. Неправильно. Вилка наоборот. В нос в правой руке. Я хочу так. А, ты по-китайски? Ну давай. Съедобно. С пивом потянет. Грючами пожимает горячее. Ам. Даже овощи могут быть вкусные. Без мяса. Я тут готовила. Потом совсем отвлекалась. Тут такой дурдом с Колиным больничным. Вам не передать. Уже писала на горячую линию по ковиду. Это просто ужас какой-то. У Коли два прогула по вине больницы. Расскажу это завтра. Сегодня уже все. На ночь нервничать нельзя. Надо успокаиваться. Лена, ты спокойна. Лена, ты спокойна. Ладненько. Всем пока. Всех люблю. И, конечно же, до новых видео.